Подача воды в дом организована, временное укрытие кровли сделано, собрание с жильцами проведено, нуждающимся предложено жильем. Такая информация была озвучена на городской планерке. На самом деле ситуация близка к чрезвычайной, утверждают погорельцы. Восстанавливать подачу воды и затыкать дыры в кровле подручными средствами пришлось им самим. Света в доме до сих пор нет, а предложенные квартиры из муниципального маневренного фонда непригодны для проживания. Было предоставлено у нас многодетной маме из восьмой квартиры в виде маневренного фонда комната на заводской. И им потом на следующем собрании было даже не стыдно спросить у нее, как она туда въехала. Она когда туда пришла, там нету окон, нету воды, свет отключен за неуплату, еще и попросили ремонт небольшой сделать. Администрация города предлагает отремонтировать сгоревшую крышу за счет программы капремонта. Но ждать его придется до осени, а дожди идут уже сейчас. Да и сам дом 54-го года постройки может не дожить до этого момента. Ремонтировать его надо капитально и начать с замены изношенного фундамента. Пострадавшим от пожара, а в их числе бюджетники, пенсионеры и многодетные семьи, с 14 несовершеннолетними, депутат Госдумы протянул руку помощи прямо на встрече. Благоустроенные квартиры в новом жилом фонде под оговором соцнайма на проспекте Мира готовы принять погорельцев уже сегодня. Предлагаю перебраться сразу в достойное жилье, не скитаться по углам, жить единым коллективом в 19-м доме, в одном доме. Так сказать, это я вам предлагаю. У жителей Тизов другая проблема – разбитая дорога и отсутствие освещения. На участке длиной всего 200 с небольшим метров. Три года люди пытаются обратить внимание местных властей как собственника на эту городскую территорию. Есть решение суда по обеспечению требований безопасности дорожного движения. Могла бы помочь Катлашанам партийная программа по формированию городской среды. Но средства ушли на обустройство набережной. Денежки, которые выделила партия на формирование вот этой благоприятной среды, почти 6 миллионов, все направлены на экопарк. Так ответили нам в администрации муниципального образования Котлас. Несмотря на то, что выделены средства были еще в 2016 году, заключен контракт с ЗАО «Северная роза». И там 17 миллионов 200 тысяч уже запланировано в местном бюджете. Это все как бы уже все оформлено, договора заключены. Проверить целесообразность расходования средств поможет запрос депутатов в контрольно-счетную палату муниципального образования. В рамках региональной недели Андрей Палкин бывает в Котласе раз в месяц. Этих встреч местные жители всегда очень ждут, потому что видят реальную заинтересованность в решении их личных вопросов. Как последние ситуации они ко мне идут, когда уже прошли все и прокуратуру, и суды, и практически главе, и все кабинеты, все тоже обходят администрации. Конечно же, всегда относится к этому как к своему собственному горю, и поэтому и решаешь по принципу не главное отпихнуться, а главное решить.